Всем привет! С вами ProWeb и сегодня берем интервью у выпускника по курсу видеомонтаж, который работает на фрилансе. Привет, Алишер! Привет! Расскажи, как находишь проекты на фрилансе? Существуют официальные сайты, где вы загружаете свое портфолио, регистрируетесь по определенной плате, и заказчик по алгоритмам сайта находит вас. Вас могут закинуть на самый верх, на самый низ. Это решаете не вы, но вы можете схитрить тем, что вы можете с другом купить у друг друга заказ, тем самым оставляя отзывы, тем больше у вас отзывов, тем выше вы находитесь по списку. И так можно получать заказы. Заказов вначале будет немного, но в целом, если вы будете продолжать, и чем больше у вас отзывов, тем лучше рейтинг. Получается, чем больше отзывов, тем будете выше на этих сайтах находиться? А что с сайта используешь? Это fiver.hu.ru, также меня многие рекомендуют, то есть это сарафанное радио. Как часто тебе прилетают заказы с этих сайтов? Заказы бывают нечастые, то есть так как я работаю еще и в волнной школе, я в свободное время беру заказы, то есть я проверяю почту, если есть заказы, то я их выполняю. Также я беру не все заказы, потому что у меня не так много времени, так как я еще и учусь, и, скажем, я выбираю заказы. Получается, ты основную работу делаешь в онлайн школе? Да. А заказы берешь уже отдельно какие? Заказы я беру в свободное время для дополнительной заработки и для улучшения своих навыков. Сколько по времени делаешь один заказ? От чего это зависит? Заказы бывают разные, то есть если это заказ нетрудный, я делаю это в течение часа, возможно, еще и меньше. А нетрудным что считается? Нетрудным это анимация текста, подбор какого-то фона, в целом все. Анимация логотипов также можно отнести, анимация персонажей, к трудным заказам я могу отнести это 3D анимации, 3D маушен дизайн. Также это минутные, двухминутные ролики, где в ТЗ у вас присутствует только текст, и вам необходимо уже самому как-то креативить, да, то там уже по времени тоже подольше. А сколько по времени самый долгий заказ вышел-то? Самый долгий заказ я делал недавно, ролик длился целую минуту, но у меня был в ТЗ только текст. Офигеть, только текст анимировать нужно было? Нет, 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 в ТЗ только текст, а дальше сам надо придумать. И из этого я очень долго сидел, думал, я добавил туда 3D элементов, 3D анимации, анимации текстов, анимацию логотипа, подобрал разный фон, то есть еще и разные переходы необходимо подобрать. В целом я делал это около 6 часов, по-моему. Заразу делали как-то с перерывами? Нет, с перерывами, конечно. В чем заключается твоя работа вообще, чем занимаешься? Я работаю мошен дизайном, к мошен дизайну можно отнести это анимация логотипов разных фирм, это анимация персонажей, персонажная анимация, это анимация текста разного рода, и анимация фона, это 3D анимация продуктов, в целом 3D анимация элементов всяких. Тебе платят за хронометраж или какая-то договоренность по оплате услуг? При получении заказа у вас есть фиксированная сумма, при выполнении заказа вы получаете, вы отправляете уже заказчику, а вам уже он платит сумму. Опиши свой рабочий день. Я обычно прихожу с учебы, смотрю, есть ли у меня задания, если у меня есть задания, то я их анализирую, составляю план, что я буду дальше делать, и после уже ближе к вечеру приступаю к работе. Твое университет связано с направлением видео? Нет, я обучаюсь в Ташкентском государственном стоматологическом институте, она никак не связана с моей работой. Каким программам пользуешься в работе? Я пользуюсь пакетами Adobe, это Adobe After Effects, Adobe Illustrator в основном, иногда прибегаю к Photoshop, а также использую Cinema 4D. А какие у тебя самые любимые эффекты и плагины? Мой любимый эффект – это элемент 3D, также есть эффект, то есть плагин Loop Flow, с помощью которого можно анимировать статичные картинки, рисуете маску и анимируете картинки. А что проще изучить, Premiere Pro или After Effects? Скорее Premiere Pro, потому что это все-таки программа для монтажа, многие люди сейчас даже монтируют на телефон, то есть можно в целом разобрать, как и все. Что тебе нравится в твоей профессии? Мне нравится то, что вы можете заниматься дома, это удаленная работа, также это очень интересно, перспективно, то есть всегда IT-сфера была впереди, и в целом очень интересная работа. А что бесит профессии этой? Бесит, наверное, неадекватные заказчики, потому что есть заказчики, которые могут дать вам задания, а если им это не понравится, то есть они могут дать вам несколько правок, если вы дальше делаете эти правки, а в дальнейшем они могут вовсе переделать задание, типа переделать задание, либо вообще отменить заказ, это очень сильно раздражает, поэтому необходимо, если видите, что у вас идут много правок, то лучше просить аванс. Были какие-то забавные проколы с твоей стороны? Да, был один случай, я хотел устроиться на официальную работу, и я предложил им неделю заниматься дома, то есть делать их работы дома, удаленно, и я забыл, то есть я на 9 дней про них забыл, через 9 дней отправил их работу, и они такие, в целом так вышли. Мы тебя забыли уже, да? Да. Сколько ты зарабатываешь, а доволен с их заработком? В моушн-дизайне можно зарабатывать и достаточно, то есть, например, за анимацию логотипа вы можете получить от 100 до 150 долларов, то есть могут быть различные видео, там тоже свои фиксированные цены, то есть это могут быть также от 200 до 350 долларов, то есть цены разнятся, заказчики все разные, и зависит от сложности работы. То есть та самая анимация логотипа, которую ты сейчас делаешь, за нее плавит 100 долларов? Опять же, зависит от заказчика, если анимация логотипа, она просто контурная, то есть, то заказчик может попросить, то есть вам дать даже немного меньше, если же она как-то обыграна креативно, то, да, может быть даже 150-200 долларов, то есть, бывает, люди, которые просто анимируют текст, зарабатывают 220 долларов, например, то есть цены разнятся. Почему выбрал профессию именно моушн-дизайнера? Я увидел в YouTube видео, где была 3D-анимация, в целом это кейинг, когда девочка спускается, она просыпается в кровати, спускается по лифту, и в целом это все подобрано атмосферно, круто, и мне стало интересно, то есть это был блендер, а также в соответствии с этим вместе использовался After Effects, поэтому я решил выбрать это направление. Чем занимался до этого? Я учился, но в целом также я работал в Photoshop, делал, редактил фотографии, и все. Ну, а я тоже делал, или как цвет? Я в основном делал арты, различные арты, повторял арты популярных ютуберов, то есть по туториалам, и так для себя. Как хобби получается было? Да. А в каком направлении планируешь дальше развиваться? Я планирую развиваться в направлении 3D, 3D-графики, так как это необходимо для любого мошен-дизайнера, то есть 3D-анимация продуктов, какие-то другие анимации, то есть тот же кейинг. В целом 3D-это круто, перспективно, и я думаю, всем стоит этим заняться. А какие программы популярны в видео? В сочетании с After Effects хорошо подходит Cinema 4D, а также вы можете заняться, заниматься в Blender. Blender – отличная программа для начинающих, она доступная, то есть бесплатная, легкая, и по нему очень много туториалов, то есть делая каждый день по туториалу, занимаясь 2 часа в день, вы хорошо прокачаете свои науки. Привет, преподаватель, передашь? Конечно. Привет, Амир. Мог бы ты его описать в трех словах? Добрый, отзывчивый и очень хорошо объясняет тему. Какой у тебя был уровень знаний до записи на курс? Скажем, нулевой. А что запомнилось в процессе обучения? В процессе обучения запомнилось наличие каворкинга, это очень полезно для обучения, по сути. Часто бывал там? Да, почти каждый день я бывал в каворкинге, потому что дома очень много отвлекающих факторов, то есть вы не занимаетесь. Также в правоэп в целом очень классно, хорошо, то есть вы можете там посидеть, удобные диваны, все обустроено для обучения. А чем ты занимался в каворкинге? Делал домашки или… В каворкинге я обучался сам, то есть я делал параллельно домашки и старался изучить больше материал для себя. Какие темы время обучения дались тебе легко? Легко дались первые два месяца, потому что вы обучаетесь с инструментарием, в целом с интерфейсом программы, то есть глубоко еще… Вы глубоко программу не изучаете, то есть если в это время вы хорошо обучитесь, все будете знать, то и в дальнейшем у вас все будет хорошо. Самый главный упор дать на первые месяца, чтобы потом было легче и легче, правильно? Да, главное понять, что было… Вообще база нужна для человека, чтобы он разбирался в дальнейшем уже в темах. Что тебя мотивирует и вдохновляет работать? Для меня мотивация служит хороший заработок, это хороший заработок, хорошие условия жизни, и в целом это удобная работа, то есть вы никуда не идете, вы много сил не тратите, хорошо и прибыльно. А какие у тебя советы для начинающих? Для начинающих я советую каждый день делать туториалы, независимо от уроков, также каждый день заниматься, минимум 3 часа в день, то есть чем больше вы занимаетесь, лучше заниматься каждый день, чем один раз сесть и 6 часов просидеть и при этом ничего не понять. Понемногу занимайтесь, занимайтесь на длительный срок и получаете хороший результат. И помимо домашки делать и дополнительную работу? Да, каждый день, независимо от каких туториалов, вы просто ищите какие-либо... Много ведь людей, которые объясняют, да? То есть просто повторяйте, потом сами делайте и можете просто сами зайти в программу, что-то поделать. Это тоже очень сильно помогает работе. И последний вопрос. Почему ProWeb? Потому что опытный специалист. Спасибо за то, что досмотрели интервью до конца. С вами был ProWeb. До новых встреч. И, кстати, спасибо большое, Крокус Плаза за предоставленную локацию.